Друзья, я приветствую вас в официальных аккаунтах медиахолдинга «Вечерний Магадан». Это программа «Еда без труда», в рамках которой мы с вами будем готовить простые, вкусные и, самое главное, недорогие блюда. Меня зовут Владимир Корсунский и во всем вышеперечисленном нам сегодня будет помогать шеф-повар фудкорта торгово-развлекательного центра «Море Мол» Кирилл Русинов. Кирилл, приветствую. Доброе утро. Итак, Кирилл, насколько я понимаю, сегодня мы окунемся в атмосферу Англии. Что будем готовить? Сегодня мы постараемся приблизиться максимально к классическому английскому завтраку. У нас будет яичница, молочные сосиски, овощной гарнир и обжаренный помидор. То есть это традиционный завтрак для любого англичанина? Ну, да. Королева часто ест на завтрак такой? Не в курсе? Я, к сожалению, не в курсе, но думаю, что у нее где-то приблизительно то же самое. Какие более давай точно расскажем нашим телезрителям ингредиенты нам потребуются для приготовления настоящего английского завтрака. Итак? Итак, у нас будет пряная фасоль. Для этого нам нужен лук, чеснок, белая фасоль, томаты. Можно томатную пасту, можно резанные томаты. По желанию, по вкусу, кому что нравится. В общем, у нас на столе сегодня все те ингредиенты, которые с легкостью можно приобрести практически в любом магазине нашего города. Итак, с чего начнем? Я думаю, мы начнем с приготовления фасоли, так как это занимает самое большее время. И ей нужно будет немножечко настояться. Так, давайте для этого возьмем обычный репчатый лук. Я его нарежу. Нарезаем мелко? Да, мы нарежем лук мелким кубиком. Есть секрет, как нарезать лук и не пролить слез? Их большое множество. Я слышал, что свистеть надо. Да, я слышал, что нужно оживать жевательную резинку. Можно держать в зубах хлеб. Очень много способов. Но, если честно, не пробовал ни один. Никогда. Ты вообще не плачешь? Плачу. Все плачут. Я думаю, что пора уже над каким-то способом все-таки провести эксперимент. Еще под холодной водой нож, если немножко подержать, то тоже слез будет меньше. Так, лук нарезали мелко. Приступаем к чесноку. Так профессионально. Вот чтобы так профессионально научиться крошить лук-чеснок, долго этому учиться? Я думаю, нет. Я думаю, что если задаться целью, этим можно без пальцев. Я всегда боюсь остаться, когда пытаются, что ты задать подобное. Там, кстати, есть секрет у этого всего. Потому что нож нельзя высоко отрывать от доски. И каждый раз, когда ты режешь, держишь кончиками пальцев, загнутыми, вовнутрь, и нож надо вести по второй фаланге. А, тогда он фиксируется. Средняя фаланга. И он всегда будет оставаться на месте. Если нож не отрывать вот так от доски, а держать кончиком всегда доски, то оно будет просто... Друзья, мастер-класс от чепповара. Учитесь, это пригодится. Итак, лук, чеснок уже в сковороде. Немного растительного масла туда добавили. Сейчас слегка обжариваем до золотистого цвета, да? Да, сейчас немножечко это все прижарим. Владимир, а давай пока будет обжариваться у нас лук, ты у нас порежешь сосиски. На них нужно сделать небольшие надрезы, чтобы когда они будут жариться, они немножечко раскроются и просто будут иметь симпатичный вид. Да, поэтому... Что ж, доверие самое ответственное практически. То есть надрезы на каком расстоянии? На любом комфорте. Лук с чесноком мы вам жарили. Перекладываем это все в садильник. Пока я занимаюсь нарезкой сосисок, мы готовим фасоль. Это вот сейчас в обжаренную луку чеснок Кирилл добавляет фасоль, которая будет там уже томиться. с фасоль. И тоже это немножечко все обжариваем. Фасоль у нас немного обжарилась. Теперь мы в конце добавляем томатную пасту. Кирилл, а вот расскажи, как ты пришел к тому, чтобы стать поваром? Какая-то мечта в детстве была? Да, что я хотел пойти служить в МЧС. Так, ну почти рядом. Да, это было... Я тоже спасаю людей только от голода. Я хотел пойти служить в МЧС, но я не сдал ни один экзамен, который требовался туда. В школе оставаться я после девятого класса не хотел. и мне предложили попробовать на год поучиться кулинарному искусству. Да, кулинарному искусству. И так получилось, что я закончил 4 курса. После второго курса я уже устроился работать поваром. И это все продолжается до сих пор уже 16 лет. Год как-то затянулся. Да. Ну а вообще, как ты считаешь, шеф-поваром может стать любовью? Вот даже если человек пошел учиться в кулинарку. Не обязательно даже в кулинарку. То есть может без образования человек? Да. На моем опыте есть несколько знакомых шеф-поваров, которые даже не учились. При этом люди просто... Один художник, который вообще просто... Он закончил художественное учреждение. Я не знаю, как оно правильно называется. И пошел работать за неимением как бы прибыли в этом деле. У него не было ни имени, скажем так, ничего. Он просто пошел работать на кухню, кухрабочим. И через 6 лет... Ему очень сильно понравилось. Через 6 лет он уже был шеф-поваром одного заведения. Через 8 он уже был шеф-поваром сети заведений. Ну, художник-то... Повар-то это построил тоже художник? Да. Мне кажется... Не только надо приготовить, но и подать рис. Да, мне кажется, это и стало. Друзья... Увидел, наверное, в этом деле свое искусство. Он понял, что там тоже можно рисовать. Скажем так. И остался в этом. Друзья, мы уже отправили на сковородку наши сосиски. С фасоль, с луком и чесноком сушатся. Тонится в отдельном сотейнике. Сейчас вот до румяной корочки мы обжариваем сосиски, предварительно сделав надрезы небольшой такой сеточкой. Готово. Теперь мы обжариваем тосты. Скажи, а легко ли тебе давалась учеба вообще, когда ты пришел в эту творческую профессию? Не было желания все бросить, сказать, не хочу, не буду? Желание... Ну, если брать конкретно учебу как учебу, не, как бы уже, скажем так, не рабочий процесс, а учебу, то учеба на повара – это очень сложный процесс, потому что у нас было пять химий. Химия изначально не мое, для меня это слишком сложно давалось. Оно слишком сложно давалось до того момента, пока мы не начали это все применять на деле и не начали понимать, как это все должно работать. То есть это практически сравнимо обучению, наверное, на врача? Ну, возможно. Запомни. Я вообще всегда поражался, как повар может запомнить те или иные ингредиенты, куда, сколько, чего добавлять, какая трава та или иная, к какому блюду подходит. Вот знаю, есть укроп, знаю, есть петрушка, есть же еще масса других трав. Да, да. Ну, а конкретно в работе было желание, конечно, всегда. Но всегда это ты приходишь домой, отдыхаешь, выдыхаешь, и, скажем так, стресс себе снимаешь. А на работу надо мне берешь? Да, на работу мы отставляем на работе, дома мы отдыхаем, поэтому все оставалось на месте. А кто дома тебя порвает, если ты на работу надо мне берешь? Я так понимаю, что крайне редко готовишь дом? Дома, да. Но метко. Дома мы, я стараюсь не готовить, потому что все равно после рабочего дня, придя домой, тебе хочется сесть, ножки вытянут, чтобы тебя покормили, чаем напоили, ты будешь счастлив. Поэтому дома меня кормит жена. Так, тосты у нас тоже готовы. Яичница глазунья, к вашему вниманию. От шеф-повара, фудкорта торгового центра Муримол. Кстати, на фудкорте Муримол вы всегда можете гостить буфет и отлетать вкусный, ароматный ковр. Очень бодрит. Вместе с яичницей глазуньей мы обжариваем помидоры. Принцип всех ингредиентов, которые у нас сегодня здесь, это приготовить их до золотистой корочки. Вот вы видите сосиски, вы видите тосты. Сейчас такого же цвета примерно будут помидоры. и дополнить все это яичница и томленная с луком, с чесноком посоль. Вот он ее у нас готов. Вот на самом деле все легко и просто. При желании буквально за несколько минут, минут за 15, мы для того, чтобы придать эффектность всему этому действию, готовим все на одной комфорте. Но если вы дома пользуетесь 4-комфорочной плитой, вы все это с легкостью быстро и без труда можете сделать, да? Да. Все несложно. Все продукты практически уже готовы были. Их необходимо было довести до ума. И вот она, яичница глазунья, завершает картину. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья. Вот такой вот супер быстрый, вкусный, полезный и самое главное, недорогой английский завтрак у нас получился сегодня. За помощь в его приготовлении я благодарю шеф-повара фудкорта торгового центра Море Молк Кирилла Русинова. Кирилл, спасибо. Я желаю всем приятного аппетита. Ну а всем остальным напоминаю, что это была программа «Еда без труда». Меня зовут Владимир Корсунский. До встречи в официальных аккаунтах медиахолдинга «Вечерний Магадан». Пока!